В общем, произошла эта ситуация в одной загородной поликлинике. У медсестры той поликлиники был день рождения. И коллеги принесли ей на работу в подарок бутылку красного вина, бутылку белого и шоколадку. Она говорит, девчонки, я это все домой не попру, давайте, знаете как, сейчас забор крови закончится, пациенты перестанут шастать, мы прямо здесь, в кабинете, и отметим мою днюху. Они так и сделали. Открыли бутылку вина и разлили ее по вот этим пластиковым баночкам с красными крышечками. Я понимаю, что они для другого предназначены, но они ж стерильные, одноразовые, крышки выкинули, чем не рюмки. Сидят беззвучно, чокаются красным вином. Идет пациентка. Вот какие вы фантазеры, я еще ничего не рассказал. Пациентка несет в подобной баночке то, что положено. А положено поставить это дело на полочку возле окошечка на направление и уходить, правильно? Та оказалась дотошной, решила переспросить. Нырнула в этот процедурный коридор, слышит в кабинете голоса, просовывает туда голову, говорит, Я правильно поставила? Я говорю, да, женщин правильно поставили. Закройте, пожалуйста, дверь, мы уже не работаем. Пациентка выходит в ужасе. Аж ноги у нее подкосились. Идет другая. Тоже свое несет. Увидела эту, спрашивает, женщина, что с вами? Та отвечает, правда, в интернете рассказывали. Они там нашу кровь пьют. Не может быть. Сами посмотрите. Но пока та решалась посмотреть, не посмотреть, медсестры уже уговорили бутылку красного вина. Опять фантазия у вас, да? Да, уговорив бутылку красного, они начали бутылку белого. Но белое это одно название, цвет у него погуще. Еще смешался с каплями красного в этих мензурках. Как раз. Вторая заглядывает. Ой. Выходит, говорит, они не только кровь нашу пьют. Первая спрашивает, а это-то зачем? Не знаю, может лечатся. Как лечатся? Как? По системе Геннадия Петровича Малахова. Вы разве не помните? В общем, вспомнили они эту систему, громко обсуждают. Идет мужчина, в двух руках тоже свое несет. Послушал этих женщин, говорит, хорошо, не едят. Тем временем, медсестрички страстно захотели закусить. И вспомнили, что у них еще есть заветная шоколадка. Совершенно верно. Они ее еще так тщательно, поровну, посестрински поделили, поломали. Сидят, смакуют. Естественно, все пальчики у них уже в шоколаде. Все губки. И мужик заглядывает. У него шок еще больше, чем у тех двоих женщин. Выходит, говорит, все-таки едят. Те женщины воя спрашивают, а что этим тоже можно лечить? Как мне рассказывали, происходит пауза. Девушки из регистратуры наблюдали. Все эти трое пациентов пошептались. Дружно забрали свои баночки. И унесли их обратно домой. А дома, когда они рассказали об увиденном, их родственники, не сговариваясь, как вы думаете, что захотели сделать? Полечиться. Какой полечиться? Ну что вы? Они захотели дружно сдать их всех в психушку. Хорошо, одна догадалась, позвонила знакомой медсестре, и та призналась, что это была правда. Ну, в смысле, не это, а то. А то. Вот такие вот истории бывают в жизни. На радость вам аплодисменты медицинским работникам.